Ничего так для буси коробочка-то нормально, да? А, пират? Смотри, где он лежит. Ну, а что? Вообще нормально. У меня маленький лежит. Самое время попрыгать на батуте в дождь. Тогда вообще классно было, когда прям, знаешь, проливнутые капли эти, отпрыгивают. Немаем наклейки, спасибо, да, мама? В фикс прайсе купила такие контейнеры. Были наклейки, кто смотрел фиксиков, знает, как их убрать. Горячий фен, и все. Ну, если где-то что-то осталось, можно жидкость для снятия лака и ватным диском убрать. Все, я их очистила. Это для всякой химии. Это у меня от порошка для посудомойки осталась такая емкость большая. Тоже я ее убрала, отмыла. И положила, заказ соберли, убрала. Насыпала туда два вот таких порошочка. И один пятноводитель сразу смешиваю. Как раз прям четенько вошло. Так потрясла, потрусила. И это, к тому, перемешалось хорошо. Будет удобно насыпать. А то пока ложку не ссу, все это просыпается. Не очень удобно. Две таких упаковки уже давным-давно убрала. С учетом того, что стирки у меня много, хватило надолго. Я довольна. Отстирывает замечательно. Где-то, если слишком сильные пятна, я замыливаю. И вообще все-все-все отходит. Единственное, что не вывел этот пятновыводитель, это пятно от абрикоса. Надо попробовать просто еще замочить. На более высокой температуре я стираю при 40. И вообще, в основном, все пятна уходят. Просто, может быть, абрикоса требует более высокой температуры. Вот эти тоже с наклейчиками были я убрала. Это для всякой химии. Мне хочу под раковину поставить. Соберлика за рубль мне еще пришел гель для душа. И по акции, по-моему, в три раза дешевле, чем есть, такие кислородные масочки. Я одной маме хочу подарить. Вот ездили и забыла взять. Теперь в следующий раз. Всем привет! Я опять временно Брежнев. Ездили мы в Заринск. Я в Заринске тогда делала татуаж, когда у мамы в гостях были. За 210 километров от нас. Ездили на коррекцию. Сейчас опять немного я похожу такая. Потом кошечки сойдут и будет все нормально. Попали еще на день рождения племяшки. У меня сестре 42 года. И вот между детьми у нее 20 лет разница. У нее и сынке 20 лет. И сейчас племяшки годик был. Ездили в дождь, потому что по-другому никак. Пока солнышко у нас и сенокосы, пчелы, и куча работы. Поэтому Саша подгадал. И вот мы съездили. Пока погода плохая. Обратно поехали по полевой. Буквально километра два, наверное, до деревни нам осталось. Саша съехал с колеи. Половина дороги шли пешком. Половину нас забрал знакомым. Мы созвонились. В общем, весело было. К нам сейчас приехали друзья. Саша помогает Андрею менять проводку на тракторах. Не знаю, Саша, возможно, там снимет. Вставлю в ролик. Если что-то наснимал полностью, я так поняла. Всю полностью меняет проводку. Чтобы в сенокос, в самый неподходящий момент, ничего там не сломалось. И, в общем, работа не встала. Я эти дни, последние дни, занималась сыроварением. Купили мы запчасть на холодильник. У нас стоит сломанный холодильник. Надо его отремонтировать. Саша, найдет время. Потому что мне уже просто некуда складывать сыр. Делаю я пока качету. Набиваю руку на ней небольшие головки. И пару головок гаунт делала. Ну, не знаю, посмотрим, как она вышла. Мне почему-то кажется, что немного я перегрела зерно. Еще делала плавленый сыр. Очень вкусный получился. Мы вчера ели со спагетти. Хочу делать, если здесь, в биски будем продавать. Может быть, буду делать сладкий или с каким-нибудь шоколадом. С сыром плавленым. И солененький с чесноком, наверное. Попробуем, посмотрим, как людям понравится. Сейчас пока дождливая погода и ванчай не собирали. Мы вот как набрали один раз, много я перерабатывала. И все. Ждем сушилку. Скоро будем показывать. Потому что нам просто не хватает на наши объемы одной сушилки. Возможно, сегодня, может быть, получится собрать чай. Потому что хотя бы сейчас маленько-маленько распогодилось. И нет дождя. Вчера весь день крапал. Еще по моему весу после родов. Меня периодически пишут, Мария, срочно худеть. Видимо, многие не знают, что, в первую очередь, я думаю, ребенке. В Ане 9 месяцев. Мы до сих пор едим грудь. То есть мы на грудном вскармливании. И это для меня в приоритете сейчас. Поэтому на какие-то строгие диеты ни в коем случае садиться мне нельзя. Конечно, кто-то восстанавливается после родов очень быстро и не набирает вес. Я набираю много за беременность. Где-то 15-20 килограмм у меня плюсом. И потом в течение года где-то уходит. С девчонками у меня уходило побыстрее, насколько я помню. Но где-то в году, год с копейками, уже я восстанавливаюсь. Главное не переедать. Есть не за двоих, как во время беременности, когда корм, а для двоих. Единственное, уходил бы у меня вес быстрее, если бы я не кушала после 6. Но это очень сложно, потому что, кто влоги смотрит, многие знают, что я живу ночами, очень много всего делаю. И если я ложусь в 3 часа ночи иногда, просто невозможно поесть в 6, покормить несколько раз и ничего не кушать. Поэтому, да, уходит медленно, но верно. Еще подтянуть надо живот. Вот как бы все равно еще он до конца не подтянулся. Ну и 5 килограммов минус, будет все отлично. Распакуем сегодня посылку от сайта T-Decor товары из Иваново. Это не просто интернет-магазин, это площадка, на которой можно приобрести огромный ассортимент товаров от производителя. Товары не эксклюзивные, которые можно встретить в обычных магазинах, но цены на этом сайте намного дешевле. Там можно собрать ребенка в школу, приобрести канцелярию, и школьные вещи очень много. Женских мужчин, мужских вещей, постельная, много всего для рукоделия. И меня заинтересовал еще раздел для охотников и рыболовов, там спецодежда, берцы, возможно, следующий заказ делаем для Саши. Ну а я покажу, что заказали в этот раз. Я уже открыла, не удержалась. Заказали мы для рукоделия. Я была удивлена размеру кубка. Часто такое бывает, когда в интернете, на сайтах смотришь на фото, и кажется, вещь какая-нибудь очень большая, в итоге приходит маленькая. Здесь совсем наоборот. Я думала, это стандартные клубки. Не посмотрела на вес его. Это просто огромные получились моточки. Это трикотажная пряжа. Я ее заказала для того, чтобы учить девочек вязать крючком, спицами. На такой пряжи намного удобнее будет. Еще у нас есть ткацкий станок. Даша очень хочет на нем заниматься. Но с нитками, которые у нас есть, у нее все-таки еще не получается. Она маленькая. А с такой пряжей, я думаю, намного проще будет обращаться с ткацким станком. Заказала много разных клубочков. Еще хочу сделать плед. Теперь с девочками мы обладаем таким рукодельным богатством. Руки чешутся что-то поделать. Надеюсь, найду хотя бы 10 минут в день, чтобы хоть чуть-чуть порукоделинчить. Одну корзинку я уже связала и подарила. Не успела сфотографировать. Вот с таким донышком. Донышки, на удивление, очень качественные, плотные. Это, по-моему, фанера. Заказывала такие донышки, чтобы можно было к стене поставить. Это все было компактненько. Либо можно корзиночки плести с петельками и на рейлинг вот так подвешивать. Очень много донышек. Если честно, я не помню, чтобы я заказывала вот такого размера. Может быть, мне пришло бонусом. Оно еще толще. Прям такая серьезная. Мне кажется, с каким-то каркасом даже надо будет плести, чтобы она держалась. Очень большая. Такие, такие донышки. Мне кажется, на подарок будет просто отлично. Ну и вообще, для интерьера квадратные. Вот такие. Есть такие. Милые. Для всяких резиночек. И такие ажурные, очень красивые. Проснулся Ваня, доснимаем обзор вместе с ним. Еще заказала Ваньку такой крюк для купания. У девочек был, он уже, конечно же, пришел в негодность. Мы его использовали в бассейне. Очень удобно. Ребенок хорошо держится. Тоже можно в ванной. Но у нас ванна небольшая, поэтому для бассейна я взяла его. И еще шли вот такие небольшие бонусы. Очень приятные. Еще бонусом шло такое вафельное полотенчико. Обычно я на кухне его использую для того, чтобы прикрыть свежеиспеченный хлеб. А на кухне люблю махрёвые небольшие полотенца. Еще у этого сайта есть очень интересная фишка. Ни в каких других магазинах я такого не встречала. За любой товар, который вы хотите, чтобы попал в распродажу, можно проголосовать. И когда товар наберет 9 голосов, на неделю он попадет в список распродаж. Например, если 9 голосов наберут трикотажные нити, вот такой клубочек будет стоить не 340 рублей, а 255. По-моему, это очень хорошая скидка. Заходите, смотрите, там очень много интересного. Вот, Нюша! Ты моя красота! Ты моя красота! Ты будешь рукодельничать? Ого! Ого! Субтитры сделал DimaTorzok